Центральная избирательная комиссия Центральная избирательная комиссия Центральная избирательная комиссия Центральная избирательная комиссия Центральная избирательная система в России Вообще в этом направлении То, что я вижу за полтора года Носит очень системный характер При этом скажу, что Сама избирательная система не имеет Единой соподчиненности Достаточно сложно В этой системе вырабатывать Общие правила и нормы поведения По количеству Тех, кто задействован в дни голосования И в избирательных компаниях Эта система, я думаю, что больше, чем Вооруженные силы Российской Федерации Почти миллион человек Работает в избирательной системе Абсолютное большинство из них Работают на общественных началах Выполняя очень важную функцию Избирая власть, которой есть Доверие у людей И скажу по собственным ощущениям Я давно не испытывал и уже думал Не испытаю таких эмоций, которые сейчас Испытываю, по сути дела, на старте Президентской кампании Понимая, какая ответственность Лежит на избирательной системе страны Что в этой части Хотелось бы отметить Важного, на мой взгляд И из того, что мы делаем Напомню, что у нас сегодня В избирательной системе Будет чуть более 95 тысяч Участковых избирательных комиссий 2770 территориальных избирательных комиссий Ну и, естественно, 85 Субъектовых избирательных комиссий Вот такая махина Хотел бы сказать, что Усилиями председателя И Элла Александровна И центральной избирательной комиссии При содействии И администрации президента И правительства И на выборах в Государственную думу В 2016 году Хоть это и не было предусмотрено законом Было видеонаблюдение Было видеонаблюдение В достаточно широком формате И дальше к президентским выборам Наши предложения были еще более Объемными И хочу сегодня Дополнительно доложить Что видеонаблюдение На президентских выборах будет А это видеонаблюдение Позволит прийти на избирательные участки И голосовать Вот при его применении Более чем 80% избирателей Это очень большая цифра Мы сделали обзор Международный И могу утверждать Абсолютно точно Что ни в одной стране мира Столь системного Столь системной организации Видеонаблюдения нет Ни в одной стране мира Не установлены камеры в комиссиях Где идет по сути дела Первоначальный и очень важный Процесс Процесс голосования Процесс подсчета голосов И процесс составления протоколов Участковой избирательной комиссии Я еще раз подчеркну 80% населения Будет голосовать там Где будет видеонаблюдение И в этом случае Говорить о каком-то недоверии К этому процессу Достаточно сложно Еще раз подчеркну Что в том объеме В котором мы применяем Эта камера работает До начала голосования Включается видеокамера Весь промежуток времени 12 часов Когда идет голосование И весь промежуток Когда идет подсчет голосов Работает видеокамера И потом с 8 часов вечера Включаются видеокамеры В территориальных избирательных комиссиях Такого системного Целостного подхода Нет ни в одной стране мира И мы считаем Все что мы делаем Позволяет любому Непредвзятому наблюдателю Любому непредвзятому избирателю Точно понять В каждый промежуток времени Что происходит В процессе голосования Насколько оно легитимно И соответствие закону выполняется И мне кажется Очень важным подчеркнуть Что нам всем нужно Понимать общие правила Которые действуют При организации видеонаблюдения И не придумать Своих дополнительных Каких-то новшеств Которые извращают По сути дела Систему видеонаблюдения Пытаясь ее приспособить Под свои какие-то меркантинги Стильные интересы Мне кажется Это опасная игра Есть правила Определенные законом Есть правила Определенные порядком Установлены Центральные избирательные комиссии И никаких других Несвойственных Для видеонаблюдения Функций Никому придумать Мне кажется Не надо Иначе мы извратим идею И она приобретет Какой-то вот такой характер Ну с таким налетом Недоверия Мне кажется Этого делать не надо У нас Мне кажется Есть над чем работать В направлении О котором Скала Элла Оксана Это Легитимизация Избирательного процесса Второй Важный момент Который я бы хотел Отметить Это то Что мы делаем В течение последнего года Куаркодирование Которое мы применяем Ну кажется Вот ерунда Вы сегодня Многие Голосовали По тому Ну какой Значит Слово я все время Это забываю Локсан Логотип Вот ведь Какое простое слово Я же вам говорил Возраст Логотип Какой является лучшим Через минуту После того Как вы завершили Голосование Протокол распечатан Есть результаты Этого голосования Есть куаркод Куаркод На каждой страничке Этого протокола Сформирован Новым КАИБом Который мы теперь Поставляем В регионы Куаркод Который позволяет Нам сегодня Абсолютно точно Идентифицировать Этот протокол И который позволяет Нам при его Приемке В территориальной Избирательной комиссии Вводить в систему Газвыборы Не в течение Там 10-15 минут А в течение Несколько секунд Вести протокол И таким образом Избежать каких-то Неточностей При его ручном вводе Мы уже называли На одном из заседаний Как Насколько быстрее Мы стали получать Результаты голосования При этом хочу сказать Что ни в одной стране мира Мы не видели При изучении Опыта зарубежного Чтобы протокол Введенный В территориальной Избирательной комиссии Привезенный участковой В режиме онлайн Появлялся в сети интернет И появлялся вот здесь Вы в режиме онлайн Наблюдаете наши счетчики Которые работают Исказить протокол На пути От территориальной Избирательной комиссии До ЦИК Невозможно И все Кто пытался Понять Можно ли это сделать Ответили на этот вопрос Словом нет Невозможно Его исказить Потому что Он появляет В сети интернет В режиме онлайн Поэтому Если что-то Пытаемся поменить Обязательно Появляется Необходимость Написать На протоколе Слово повторно Появление Куар-кода На мой взгляд Это не только Функция ускорения Ввода Но и функция Защиты Этого протокола От возможных От возможных Желаний Сказать в нем Показатель Мы когда-то Говорили С сомнением Что сможем ли На каждом Избирательном участке Я сказал Их будет Более 95 тысяч Обеспечить Необходимой Компьютерной техникой Единый день Голосования Показал Что мы можем Это делать Потому что В этом процессе Участвуют все Органы Муниципальной власти Органы Исполнительной власти Регионов И Система Избирательных Комиссий Центральной Избирательной Комиссии И мы сегодня Уверены Что и на Президентской Компании Практически Все Участковые Избирательные Комиссии Ну за малым Исключением Будут иметь Возможность Формировать Протокол С QR-кодом И мы считаем Что это тоже Такой элемент Важный Который Мы не могли Решить В избирательной Системе России В течение Десятилетий Сегодня мы Его решили Я сказал Что мы сегодня Голосовали На Каибах Выбирая Какой логотип Лучше Приведу цифры У нас их было 5700 На начало Голосования В день Президентской Компании У нас будет 13000 Каибов И 1000 Кэгов 14000 И сегодня Мы можем С уверенностью Сказать Что не менее 30 миллионов Избирателей При правильной Расстановке Каибов И Кэгов Будут Иметь Возможность Голосовать С применением Этой техники Огромное Доверие К этой технике И мы будем Презентовать Новые Каибы Каибы 2017 Сделанные Разными Компаниями Разными Компаниями Есть университет Баумана Есть Ростех Поставляющие Каибы В Московскую область Будет Какая-то Организация Которая Поставит Каибы В город Москву Мы будем Презентовать Все эти Каибы Показать вам И позволим Проводить Сравнительный Анализ Что сегодня Есть На рынке Каибов Когда мы Начинали Эту работу Мы начинали Не просто С нуля Мы начинали Минус 273 Ничего В России Не было Все умерло Потому что Каибы Никто не заказывал Мы начинали С нуля Никакой Конкуренции Никаких Производителей Мы сегодня Имеем Конкуренцию На конкурсных Процедурах До Пяти Шести Компаний Да В них Есть Достаточно Большое Количество Комплектующих Из-за границы Но если Этот рынок Будет продолжать Быть востребован Мы уверены Что мозги В России Позволяют Сегодня Делать Эту технику Собственного Производства Эта техника Позволяет То же самое Вот еще раз Прошла доля Секунда Протокол На руках И мы считаем Что там Где есть Возникает Малейший элемент Недоверия К этому Подсчету Идет Ручной Подсчет Или ручной Пересчет Того Что сделал Каиб Ничего страшного В этом не видим И мы эти процедуры Активно поддерживаем Есть двойная Двойная возможность Вот сейчас Пронесли Там У нас были Тут некоторые Случа Которые мы Отдельно рассматриваем Протокол Каиб Пишет Что число Недействительных Бюллетеней Один Вот мне его Пронесли Этот недействительный Бюллетень Уж не знаю Умышленный или нет Но галочка Поставлена Не в квадрате А вот Она поставлена С левой стороны Каиб Не хуже человека Отличает Действительный Бюллетень От недействительного Цифровые каналы связи Стыдно признаться Но на начало Избирательной кампании Видим В сентябре Наверное Мы имели Более трети Российских Регионов В которых не было Цифровых каналов связи Мы сегодня Завершаем проект С Ростелекомом Надеемся Завершить его Удачно И 32 российских Региона Каналы связи Будут оцифрованы И это тоже Новые возможности Ну вот мелочи Ну вот для нас Приятные Вот за спиной У нас Экран Который тоже Сегодня В новой версии Можно сказать Там версии Там 3.0 Или 4.0 И он сегодня Позволяет нам Доносить до вас Журналистов До наших коллег Информацию В ином виде С иными возможностями Это тоже Очень важно Ну мелочь Но приятно И это будет Работать В информационном Нашем центре В день голосования На президентских Выборах 18 марта Что касается Возможностей Вот все Что мы проводим Проверочные процедуры Обмен Информации Между Ведомствами До недавнего времени Все это делалось В сручном режиме Флешка туда Флешка сюда Листы бумаги Туда Листы сюда Сегодня Центральная избирательная комиссия Успешно Подключается К системе Электронного Межведомственного Обмена информацией Мы уверены Что мы это Сделаем И сделаем Это до Конца Или в крайнем случае В начале Следующего года Я считаю Что та работа Которая проделала Центральная избирательная комиссия Она Важна И эта работа На самом деле Носит системный характер Немножко о кадрах Александра сказала Как мы учим Скажу одну цифру Которая на мой взгляд Важна для экспертов Понимать Что Ну Какие-то вещи Нужно вовремя Тоже завершать Мы в том числе С учетом тех оценок Которые Идут В ходе избирательных кампаний Формируемая Избирательная комиссия Субъектов Российской Федерации Это плановые работы В соответствии с законом Не просто желание Центральной избирательной комиссии Давайте Переформатируем У нас прошла Плановая Ротация Плановое Переформирование Избирательных комиссий 79 избирательных комиссий Субъектов Мы переформировали 29 новых председателей В том числе С учетом Той работы И оценки Этой работы Которая была В избирательных кампаниях Треть председателей Больше трети председателей Замена на новых Руководителей И новой надежды У нас Мы бы хотим Да 40 Ну да Вот еще Замы и секретари Поэтому я считаю Что в этой части Центральной избирательной комиссии Последовательной Мы бы хотели Объективной оценки Работы Избирательной системы Вообще Ну и нашей в частности И мы хотели бы Чтобы мы работали И понимали Что эта работа Не в интересах Какой-то партии Не в интересах Какого-то Каких-то Представителей власти Это работа В интересах людей Которые должны понимать Что их голосование Имеет объективные критерии И что только Благодаря их голосованию Благодаря их Участию в избирательных Компаниях И определяется результат Спасибо Спасибо